Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров совершил рабочую поездку по муниципальным районам. Казанский университет посетили гости из Астрахани Калмыкии. Эксперт международного конкурса «Лучший европейский музей года» прибыл в КФУ. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в рабочей поездке президента Республики Татарстан. Представители министерств, ведомств и муниципалитетов посетили Камско-Устинский, Тетюшский и Буинский районы. О том, как это было, смотри далее. Президент Республики Татарстан совершил рабочую поездку по районам. Основная цель – ознакомление с ходом уборки урожая зерновых на полях республики. Поездки Рустама Миниханова сопровождал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов и ректор Казанского федерального университета, депутат Государственного совета Республики Татарстан 5-го созыва Ильшат Гафуров. Так, в Камско-Устинском районе совершен осмотр полей по маршруту от села Теньки до поселка городского типа Камское Устье. На территории района Рустам Миниханов и сопровождающие его лица посетили виноградники. Кроме того, состоялась встреча с механизаторами, участвующими в уборочной кампании, и главами поселения Камско-Устинского муниципального района. Следующей точкой маршрута стал Тетюшинский муниципальный район. После осмотра полей и доклада главы района состоялась встреча с главами сельских поселений, где в ходе работы удалось обсудить основные проблемы, стоящие сегодня перед жителями. К слову, одной из них стало меньше. На территории республики начала работать мобильная поликлиника. Как высказался в ходе презентации нового объекта президент Рустам Миниханов, наша главная задача – обеспечить современную профилактику и выявление заболеваний на ранней стадии. Помогает в этом и интеграция центральной районной больницы с университетской клиникой КФУ. Соглашение, подписанное ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, предусматривает как оказание высокотехнологической медицинской помощи жителям района с использованием возможностей университетской клиники, так и повышение квалификации врачей. Рабочий визит президента Республики Татарстан, посвященный ходу уборочной кампании, продолжится в Буинском районе. Лилия Талипова, Ленар Тавлетиаров, Универ Ньюс. Временно исполняющие обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин и временно исполняющие обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков посетили Казанский федеральный университет. В рамках визита гости посетили музей историков У, где состоялась встреча с руководством ВУЗа. О том, как это было, смотри далее. Казанский федеральный университет Казанский федеральный университет рассказал о богатой истории ВУЗа, его структуре и приоритетных направлениях развития. Почетные гости с интересом прослушали экскурсию, познакомились с основными вехами истории высшего образования в Казани, узнали о выдающихся выпускниках и преподавателях Казанского университета, имена которых известны во всем мире, а также побывали в аудитории, где сам Владимир Ленин провел свои студенческие годы. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универ Ньюс. В Казанский университет прибыл эксперт международного конкурса «Лучший Европейский музей года». Подробности расскажем далее. Музей Лобачевского Казанского университета посетил эксперт международного конкурса «Лучший Европейский музей года» Ким Антила. Программа визита включила не только осмотр музея, но и презентацию знакомства с проблемами, с которыми сотрудники столкнулись во время создания музея. Я в роли как член парня «Лучший Европейский музей для года» Компетиций, чтобы увидеть и исследовать этот замечательный музей в Казан. Я хочу сказать, что я очень рад, что я вижу здесь, действительно инновативные решения в музеях. По рецензии эксперта будет известно, станет ли музей Лобачевского Казанского федерального университета лучшим европейским музеем года. Я надеюсь, что мы получим не только отзывы положительные и то, что не понравилось, но мы получим и предложение, которое позволит нам усовершенствовать этот музей. Но и по результатам мы должны узнать, станет ли музей Лобачевского лучшим европейским музеем года. Валерия Мратова, Виолетта Басова, Универньюс. Казанским федеральным университетом издается свыше 15 журналов. Одним из них является научно лицензируемый журнал «Образование и саморазвитие», который издается с 2006 года. О том, как происходила трансформация журнала в связи с приходом новой редакторской команды, расскажет Диана Шилова. В Токио состоялось целевое совещание Всемирной ассоциации исследователей в области образования. В этом году оно собрало более полутора тысяч ученых из 60 стран мира. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров возглавил российскую делегацию. Об этом мы ранее рассказывали в наших выпусках. Во второй день конференции ректор КФУ представил коллегам со всего мира доклад, который прозвучал на английском языке и вызвал оживленное обсуждение у участника заседания. Ильшат Гафуров затронул ключевые вопросы педагогического образования, актуальные для многих стран. Все эти вопросы из года в год поднимаются на страницы журнала Казанского федерального университета образования и саморазвития. Журнал Казанского федерального университета образования и саморазвития является одним из 25 журналов, которые входят в базу данных с КОПУС. С 2006 года журнал ежеквартально издается Казанским федеральным университетом и был основом Валентином Андреевым, членом Российской академии образования, доктором педагогических наук, профессором КФУ. В 2016 году вольное сетевое сообщество «Дисернет» признало журнал Казанского федерального университета образование и саморазвитие одним из слабейших в своем направлении. Но еще до выкидывания журнала из баз Казанский федеральный университет встал на путь исправления. Сначала они совершенно без нашей просьбы выгнали всех диссероделов, участников липовых защит, фигурантов нашей базы. Кроме того, мы там нашли 11 случаев плагиата, и вот этот англичанин рассказывал на конференции, как он разбирался со всеми этими случаями, как они все это будут ретрагировать. Правда, после доклада мы подошли к нему и сказали, что случаев уже 18. Он ответил, что очень рад появлению новых кейсов, что будет проверять дальше за 2018-2019 годы. Вот такая работа, сложная, долгая, но она возможна. На данный момент главным редактором журнала является приглашенный профессор Казанского федерального университета Ник Ражби, который более 20 лет являлся редактором высокорейтингового журнала British Journal of Education Technology. В настоящее время в России не более 10 журналов в области педагогики, которые включены в реферативную базу данных скопус. Все они очень разные по своему уровню, направленности. И я убежден, что наш журнал имеет свою нишу. И то, что мы сейчас имеем очень большую востребованность, имеем очень большой пакет публикаций, которые проходят через рецензирование, готовятся к публикации под руководством одного из наших со-редакторов, британского исследователя Ник Ражби, говорит о том, что наш журнал приобретает все больше популярность. Еще раз напомним, что на данный момент журнал образования и саморазвития Казанского федерального университета выпускается ежеквартально и входит в базу данных скопус. Поэтому вызывает особый интерес не только у российских ученых, но и зарубежных. Мы после модернизации журнала печатаем 8, максимум 9 статей в одном номере. Это 4 номера в год. И мы приняли решение, что публиковать, поскольку это журнал международный, и он не должен быть местечковым и печатать только статьи ученых Казанского федерального университета, мы приняли решение, что половина статей будут статей наших коллег на английском языке, наших коллег из-за рубежа. Вторая половина, то есть следующие 4-5 статей, мы тоже делим пополам. Половина из них, получается 25% журнала, это статьи наших коллег из России, тоже печатаются у нас из Московского педагогического университета, из Уральского, из Южного федерального университета. То есть желающих опубликоваться у нас много. Ну и 2 или 3 статьи печатают наши коллеги, коллеги из нашего университета. На данный момент миссия журнала образования и саморазвития направлена на интеграцию Казанского федерального университета в мировое образовательное и научное сообщество, а также вхождение в перечень базы журналов Web of Science. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok